Привет, Ули Саранхули! Сегодня я вам расскажу все, что касается общественного транспорта в Южной Корее, а именно в городе Сеуле. Расскажу, как им пользоваться, чтобы не попасть в неловкие ситуации, а также расскажу, чем же бесят меня таксисты в Южной Корее. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. И да, меня зовут Сандра, и вы на канале Let's Try Korea. Поехали! Сегодняшнее видео будет интересно не только туристам, но и тем, кто собирается жить в Южной Корее. Поэтому советую посмотреть его всем. Находимся мы сейчас с вами в Олимпийском парке. Это огромная территория парковая. Здесь, скорее, совмещены несколько парков. То есть это парк с цветами, парк с какими-то историческими развалинами эпохи Пэк Че. Здесь также находятся концертные залы, в которых проводят концерты такие группы, как BTS, EXO, Super Junior. Также здесь сконцентрировано большое количество всяких скульптур. Почему парк называется Олимпийским? Потому что его построили именно к Олимпийским играм 1988 года. Если вы, например, приезжаете сюда в мае, то обязательно посетите Олимпийский парк, потому что здесь будут аллеи из роз. Вот такие арки они еще делают из роз. К сожалению, у меня нет фотографий, чтобы вам показать, как это выглядит. Но очень красиво. А осенью здесь вот это все, все эти деревья, они красиво желтеют, краснеют. Вообще, как выглядит парк именно осенью, у меня есть видео. Вот здесь вот по ссылочке пройдите и посмотрите. Там в начале видео мы как раз гуляем вот по этой территории. И видно, насколько это красиво. Съемки 2019 года были сделаны ближе к концу октября, по-моему, начало ноября. Ну что, а теперь давайте поговорим про общественный транспорт в Южной Корее. Вообще, в Корее из общественного транспорта есть автобусы, метро и все. Здесь нет трамваев, здесь нет троллейбусов. Ну да, еще такси. Но про такси мы поговорим в самом конце, потому что это самое пикантенькое, нужно оставить напоследок. Итак, в первую очередь я буду говорить про сеульские автобусы. Итак, в Сеуле три типа автобусов и различаются они по цвету. Это синий автобус, зеленый автобус и красный. Итак, зеленые автобусы, они ездят в пределах определенного района. Синие автобусы выезжают за пределы района и курсируют между несколькими районами. Красные автобусы уже выезжают из Сеула в районные центры вблизи Сеула. Что же касается цены. В основном люди у меня спрашивают, а сколько стоит проезд? Сколько стоит проездной в общественном транспорте в Южной Корее? Я всегда говорю, что в Корее нет фиксированной ставки. То есть нет определенного такого, что ты один билетик купил и все, и катаешься на одном автобусе сколько хочешь. Такого здесь нет. Дело в том, что первые 10 километров вы действительно есть фиксированная ставка. То есть вы, когда заходите в метро, либо когда заходите в сам автобус, вы платите 1250, если это метро, и 1200 вон, если вы заходите в автобус. И это стоимость первых 10 километров. Дальше, если вы едете больше 10 километров, каждые последующие 5 километров это плюс 100 вон. То же самое и в метро. То есть если вы проезжаете больше 10 километров, то каждые последующие плюс 5 километров это плюс 100 вон к тому фиксированному входу в метро или входу в автобус. То есть, если вы проехали 15 километров, то стоимость уже проезда будет не 1200, а 1300, если это был автобус. Если это метро, то из 1250 превращается в 1350 вон. Стоимость красного автобуса отличается от стоимости синего и зеленого, потому что они едут дальше, и стоимость при входе в автобус будет 2300 вон. Также при пересадке из метро в автобус вы доплачиваете 50 вон, потому что, как я сказала, что первоначальная стоимость в метро стоит 1250, а в автобусе 1200. И поэтому, когда вы с автобуса выходите в метро, вы доплачиваете вот эти 50 вон. Когда вы выходите из метро и садитесь в автобус, пересадка вообще абсолютно бесплатная. Но для того, чтобы пользоваться этой системой, вы должны оплачивать проезд единым проездным, который называется Тимани. О нем я уже рассказывала в своем инстаграме не один раз. Как его получить, я рассказывала вот в этом видео. Более подробная информация, как снять, как положить деньги на эту карту, есть у меня в инстаграме, поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Тоже там очень много полезной информации. В отличие от метро, в автобусах можно оплачивать проезд наличкой. Когда заходите в автобус, просто говорите водитель, до какой станции вы едете, и кладете денежки в специальный бокс. Но для иностранцев, особенно тех, которые плохо говорят по-корейски и вообще приехали в Корею впервые, не знают их общественный транспорт, лучше все-таки пользоваться картой Тимани. Ну и так как я сказала, что нет фиксированной ставки, поэтому когда вы заходите в автобус, либо в метро, вы прикладываете карту для входа. И когда вы ходите из автобуса и из метро, вы опять прикладываете карту, чтобы система знала, сколько километров вы проехали и доснять, или не нужно доснимать с вас еще дополнительные деньги. Корейские автобусы работают до 2 часов ночи обычно. Некоторые маленькие зеленые автобусы, которые по району курсируют, они могут работать и до 12, и до 10. А вот большие автобусы, которые курсируют между районами, они могут ездить и после полуночи. Но до 2 часов ночи это максимум. После часа ночи начинает курсировать ночной автобус. Данные автобусы курсируют конкретно через весь Сеул, ездят очень редко, но помогают людям, например, добраться с южной части Сеула в северную. Например, в южной части, на том же Каннаме, девочки-мальчики пошли тусить по клубам. И такси вечером споймать очень сложно, об этом я расскажу чуть попозже. Они садятся на автобус вот этот ночной с Каннама, доезжают до своего, например, северной части Сеула, главной там остановки какой-нибудь. И уже оттуда вызывают либо такси, либо пешком идут уже кому как удобней, конечно. Непосредственно в Сеуле автобусы ездят очень быстро. Интервал между одним и тем же автобусом может составлять 5 минут. В зависимости от того, что маршрутов очень много, иногда на короткую дистанцию еще ходит несколько автобусов. То есть неважно, когда вы вышли, вы буквально заходите на остановку и сразу подъезжает автобус. Конечно, чем дальше от Сеула, на окраины Сеула, там, конечно, ситуация намного хуже. Например, как мы сейчас переехали в новый комплекс, там курсирует только один автобус, и его иногда приходится ждать от 10 до 20 минут. Это очень долго для Сеула. Сами автобусы ездят по городу очень быстро и практически не застревают в ни в каких пробках. Дело в том, что у автобусов в Южной Корее есть своя полоса по центру дороги. И у меня спрашивали, что если посередине дороги ездят автобусы, то как же выходят люди? Точно так же, как и трамваи. У них есть определенные островки, остановки, на которых они останавливаются, люди выходят. От этих остановок есть специальные светофоры, там все регулируемые переходы, то есть не нужно перебегать под машины, не попадете. То есть там все очень круто, очень цивильно. Приедете в Корею и увидите. Так на словах, конечно, объяснить сложно. В корейских автобусах две двери, передняя и средняя, задняя двери у них не существует. В переднюю дверь обычно люди заходят, а в среднюю выходят. Это такая общая система. Ее нарушают в тот момент, когда это раннее утро и очень большое количество людей. И люди, чтобы через весь салон пройти, очень сложно. Поэтому получается, что некоторые заходят и в средние двери. Но обычно, в обычный день, когда немного людей, люди заходят в переднюю дверь, а выходят и со средней. При этом оплачивают проезд через переднюю и заканчивают оплату при выходе, опять же, приложив карточку, как я и говорила. Теперь мы поговорим с вами про метро. Хотя я уже рассказываю про автобусы, очень много зацепило моментов, касающихся и сеульского метро. Как я и сказала, при входе в метро вам нужно приложить карточку для оплаты. При выходе вам точно так же нужно, опять же, приложить карточку для выхода. Скорость сеульского метро зависит от ветки. Есть быстрая ветка, есть не очень быстрая. Где-то поезда метро ходят каждые 2-3 минуты, где-то поезда метро ходят 10-15 минут. Еще есть такой момент, когда, например, в час пик поезда ходят каждые 2-3 минуты. А, например, с периода с 2 часов дня до, например, 4 часов дня в метро может поезд ходить намного реже. Поэтому, когда москвичи попадают в сеульское метро, они говорят, что здесь метро очень медленное. Есть еще интересный факт, что метро это не просто поезда метро, как мы привыкли видеть в подземках. Это электрички. Да, поэтому метро в Корее может быть не только под землей, но и над землей. Ну и, конечно же, не нужно забывать про режим работы метро. В отличие от автобусов, некоторые ветки метро закрываются уже в 12 часов ночи, некоторые в час. Поезда, которые ездят по Кольцевой, могут работать до того времени, пока не стукнет час ночи. То есть, вот вы сели в метро, вам ехать минут 15 до вашей станции, а на часах без 10 часов, то именно в час поезд остановится именно на той станции, до которой успел доехать. Но, несмотря на то, что метро довольно медленное в некоторых моментах, и где-то оно работает не очень долго, все равно оно очень удобное. Корейское метро просто какое-то потрясающее в плане того, где находятся станции. То есть, в любую точку Сеула можно добраться реально на метро. И тут мы подходим именно к вопросу тому, а легко ли заблудиться вообще в самом метро. Потому что все говорят, что Сеульское метро, оно выглядит как клубок ниток, и что, мол, там так сложно разобраться, так легко потеряться. Но это тоже миф, сейчас я вам объясню почему. Несмотря на то, что метро очень запутанное, в самом метро очень много указателей. Если вы спокойно будете смотреть на указатели, у вас никогда не получится заблудиться. Заблудятся только те, кто при выходе из вагона метро сначала идет, куда попало, за людьми, а потом бросается в вагоне, и что, ой, а куда мне нужно, а где мне выход найти, а где еще. Уже выходя из вагона, вы должны посмотреть вверх и посмотреть на указатель, в какую сторону идти на ваш выход из метро. Постоянно следуя указателям, вы спокойненько выйдете из метро, не заблудившись. Итак, мы добрались до самого интересного, а именно до такси. Такси в Корее бывают двух типов, и они различаются точно так же, как и автобусы, по цвету машины. Есть черные машины, и есть оранжевые и серые. Так вот, черные машины, это называется таксилюкс. То есть при посадке с вас сразу будет сниматься сумма больше, чем в обычном такси. Обычное такси, это оранжево и серого цвета. При посадке с вас сразу будут снимать 3800, а дальше уже зависит от того, сколько километров вы проедете. Чем отличается элитное такси от обычного такси? В элитном такси сам водитель будет в белых перчатках, салон будет кожаным, будет приятно пахнуть, с вами будут красиво разговаривать. То есть именно предлагается вам не просто поездка, а целый сервис. В обычном такси может быть прокуренный салон, может быть грубый водитель, с которым вы будете, скорее всего, что ругаться, и об этом мы с вами поговорим чуть позже. В обычном такси иногда таксисты могут не выйти и не помочь вам с вашим багажом. Он будет сидеть до тех пор, пока вы его не позовете. Вообще, чтобы открыл он багажник, вам нужно сверху постучать по нем, и только тогда он откроет багажник. Кстати, о том, как ловить такси, у меня есть видео, вот здесь по ссылке пройдите, посмотрите. Мы с Диной ловили как раз такси, и я запечатлела этот момент. А в элитном такси вам даже говорить не нужно, водитель сам выйдет и поможет вам засунуть ваши вещи, ваш багаж в багажник. Такси в Южной Корее, а именно в Сеуле, обычно ловят с бордюры, то есть просто рукой вот так вот машешь, и машинка останавливается возле тебя. Люди не вызывают такси по телефону, как это принято у нас в странах СНГ. Однако есть определенные мобильные сервисы, типа Какао Текси, это от мессенджера Какао Ток. Это что-то вроде нашего телеграмма, только это Какао Ток, корейский телеграмм, пусть будет так. В общем, это большая корпорация, которая также создала Какао Текси. Очень удобное приложение, когда вы отмечаете на карте, где вы находитесь и куда вы хотите попасть. Это приложение очень сильно спасает, если вы путешествуете где-нибудь за пределами Сеула, потому что в Сеуле такси постоянно есть, то есть его можно всегда вышел на бордюру и словил через 5 минут. Сразу рассказываю для тех, кому интересно, Какао Текси должно привязываться к номеру телефона. У меня корейский номер телефона, поэтому, естественно, у меня проблем не возникло. Никогда не регистрировала Какао Текси приложение на иностранный номер телефона. И получится ли зарегистрировать это приложение на иностранный номер телефона, я не знаю. Но вы можете попробовать. Чем черт не шутит? Вот мы доходим до самого бесящего момента таксистов. Таксист в Южной Корее может отказаться вас везти. И многие иностранцы считают, что это такое проявление расизма. Но на самом деле я вам сейчас открою большую-большую тайну. Для некоторых, возможно, корейские таксисты точно так же поступают и к самим корейцам. Они даже корейцам могут сказать, нет, я туда не еду. Анка! Причем он делает это вот так. Анка! С таким лицом, как будто, мол, типа, ой, отвали, муха, что ты тут присосалась. Корейцев это ужасно раздражает. Они постоянно ругаются с таксистами на этом фоне. Потому что ты говоришь, я хочу туда-то, туда-то доехать. А он говорит, я туда не еду, иди, типа, в другую машину. Именно таких таксистов больше всего можно встретить именно непосредственно ночью, когда, казалось бы, общественный транспорт уже не работает, метро не работает, и люди все добираются на такси. И в это время таксисты начинают свою мафию. Скажем так, мафия таксистов, которые начинают перебирать из количества тех людей, которые хотят доехать домой, они начинают перебирать, кого они могут везти, а кого нет. В большинстве случаев это происходит именно в погульных районах. Например, это Каннам, где находятся клубы, рестораны, вот такие вечерние, веселительные районы. И, например, Хонде. Дело в том, что таксист вам отказывается только по причине того, что он на вас заработает меньше, чем если он будет брать людей, которым добраться до дома где-нибудь в районе того же Хонде. Дело в том, что пока он будет вас 20 минут везти к вашему дому, а потом эти 20 минут еще возвращаться обратно на Хонде, то есть это 40 минут, за эти 40 минут он может взять, например, пятерых корейцев, которые живут недалеко на самом Хонде, и общая сумма будет намного выше, чем если везти вас одного. Поэтому некоторые корейцы, конечно, сразу завышают стоимость. Если вы говорите, что вам нужно ехать куда-то далеко, они говорят, ну, за 50 долларов не меньше. Поэтому ценник в ночное время вырастает тоже до каких-то безумных каких-то цен, и корейцам это очень сильно не нравится. Поэтому ночью рассчитывать на то, что вас таксист завезет, это очень сложно. Есть даже такой момент, когда вы будете ему предлагать большую сумму денег, чтобы он вас довез, ну, например, вы богач, и у вас денег много, или вы рассчитывали, что потом вы будете возвращаться на такси, и ценник будет большой, и вы будете говорить, я тебе заплачу столько-то, а он будет говорить, нет, не хочу. Можно справиться с этими ночными таксистами, знаете, каким образом? Просто сесть на ночной автобус, доехать до соседнего района, и уже оттуда по какао-такси приложению вызвать себе машинку, и она придет. А, кстати, что самое интересное, если вы будете по какао-такси вызывать себе машинку непосредственно в погульной район, они будут все отменять заказ. То есть он принял и потом отказал, принял и отказал, и это будет длиться, наверное, час. Мы пробовали, мы знаем, в 2019 году ко мне приезжали девчонки, я жалко не засняла это на камеру, потому что я была уже достаточно уставшая. Поэтому, ребята, если вы знаете, что вы будете гулять до поздна, то всегда думайте о том, как вы будете добираться домой. А может, вам все-таки дождаться 5 часов утра, когда начнет работать общественный транспорт, и просто уехать в 5 часов утра. Ну и последний момент, у меня почему-то камера постоянно отключается, солнце вроде бы садится, оно продолжает слепить, я не могу записать последний бесящий момент с таксистами, блин. Самый бесящий момент у корейских таксистов, это то, когда вы даете бумажку с адресом, он говорит, что он не знает, где это находится, и может отказаться вас везти просто потому, что он не знает, где это находится. Притом у чувака стоит 3 навигатора, если не больше, и во все эти навигаторы он там что-то пытается нажимать, и эти навигаторы ему не выдают адрес, и он такой весь клацает в ладоши и говорит, да я не знаю, да-да-ты-тар-ты-тар-ты-ры. Короче, танцы с бубнами, как всегда. И вот ты ему даешь адрес и говоришь, вот, пожалуйста, ну у тебя же адрес есть, я не знаю, я не знаю. Дело в том, что им нужно говорить, туда, куда вы едете, должно быть какое-то опознавательное, что-то такое всеми известное для таксистов. Например, если вы едете там в такой-то там район, в этом районе есть административный центр, да, здание администрации, и вы можете сказать, здание администрации такого-то района, и уже или, а, либо станция метро, и вы говорите мне, да такой-то станции метро, и уже когда он будет подъезжать к этим большим опознавательным местам, он начнет говорить, а дальше куда, вам направо, налево, если это станция метро, вам к какому выходу, и номер выхода будет от вас требовать, или, мол, можете вот здесь остановить, или вот там чуть подальше, возле того магазина. Но если вы просто даете ему адрес, он будет тупить, как не знаю кто, и просто будет рукоплескать руками, что он не знает, как туда добраться. Причем многие считают, что это тоже своего рода как расизм. Нет, ребята, они точно так же поступают с корейцами. Причем в навигатор можно реально забить вот этот адрес. Просто у меня был случай, когда мы первый раз вот ехали с таксистом в нашу новую квартиру, я одна была без мужа, я ему дала бумажку с адресом, и он быстренько все забил адрес в навигатор, и ему выдало куда ехать. То есть не было никаких проблем. Но другие таксисты, они постоянно вбивают название жилого комплекса, так как это новый жилой комплекс, естественно, его нет в навигаторе, и он говорит, я не знаю, как туда доехать, все, я не еду. И меня больше всего бесило в тот момент, что я, значит, подхожу к машине, говорит, ты поедешь вот туда, в тот район? Он говорит, да, садись. Ты затаскиваешь вещи, просто со мной была огромная сумка, я, значит, эту сумку запихиваю в багажник, сама сажусь, и даю ему бумажку с адресом, и начинаются пятиминутные вот эти танцы с бубном. В итоге он говорит, что он туда не поедет, я выхожу с машины, хлопаю дверями, говорю, надо было сразу сволочь сказать так, ну, сволочь, это еще мягко сказано, как я там проматерилась, и громко дверью хлопнула, вышла из этой машины, села в следующую. Причем, подходя к машине, я ему спросила, ты поедешь в этот район? Он, да, поеду. Я ему дала бумажку с адресом сюда, поеду, он, да, поеду, все, садись, сажусь, опять закидываю эту сумку, залажу в машину, и начинается опять эта херня с бубном, понимаете, опять он не может найти мой адрес. В итоге я выхожу, вся злющая, а еще холод был собачий, такой просто пронизывающий какой-то ветер до костей, как это обычно бывает в январе. И я в итоге стою, трясусь, вызываю машину через приложение Какао-Ток, подъезжает машинка, я сажусь, и вот на эмоциях таксисту говорю, вот почему, почему, говорю, вот такая вот ситуация, почему они не хотят меня везти? Он говорит, дело в том, что они боятся, что я пожалуюсь. То есть если я подошла к машине и сказала, что, мол, повезешь меня в этот район, он не имеет права сказать, нет, это новый указ в Сеуле, еще мало кто об этом знает. И когда, если вам отказали вас везти, вы берете, фотографируете номер машины, либо запоминаете номер, звоните по определенному номеру телефона, к сожалению, я его не помню, даже на английском, и сказать, что вот такой-то, такой-то таксист вас отказался везти. И этому таксисту потом прилетит огромный штраф. Поэтому они делают вот такую махинацию, мол, да, я тебя повезу, когда ты садишься, они придумывают такую историю, что, мол, якобы не могут найти твой адрес в навигаторе. И это самые бесящие моменты таксистов в Южной Корее. Поэтому будьте внимательны, когда приезжаете сюда. Поэтому ставь лайк или дизлайк, подписывайся на мой канал, если здесь ты впервые. А я с вами прощаюсь, и пока-пока, до следующего видео. Блин, ребята, это какой-то кошмар. Вроде бы солнце село, а я все равно продолжаю щуриться. Что-то сегодня какой-то из-за пелены это или что. Это глаза чувствительные, прям, прям слизятся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok